Я требую продолжения банкета Однажды вечером, празднув юбилей своего правления, Алёша подарил ступинское княжество Добрине. Ступина была самая богатая и процветающая княжество с самыми высокими фактурами на свете. Добрине принял подарок и на следующий день приехал в своё княжество. Чтобы лучше узнать о Ступина, по словам гонца на разведку, оказалось, что в княжестве живёт змей Горыныч, который за работу людей платит газом. Это происходит таким образом. Огонь из змея попадает в трубу, из неё в другие трубы, а из них уже в домах, где живут люди. Таким образом у каждого есть газ. А если человек попадает на пенсию, то газ поступает бесплатно. Горынычу это не нравилось. И поэтому он поднял пенсионный возраст. Мужчинам 110 лет, а женщинам 100 лет. Но гонец ещё узнал, что змей Горыны заявил болельщик команды киевского СИ по футболу. Добрине был умный и хитрый парень. Поэтому составив ряд, так назывался договор, прямиком пошёл к Горынычу. В ряде говорилось, что если Киевская Русь выиграет чемпионат мира, то змей разрешается издеваться над людьми. Но если проиграет, то он будет дуть в трубу бесплатно, пока Киевская Русь не выиграет. Змей Горыныч верил, верит и будет верить в команду по футболу. И поэтому без раздумий подписал договор. Прошли столетия, а Киевская Русь так и не смогла выиграть чемпионат мира. Людям стало жаль Горыныча, и решили они каждый месяц платить за его старания. И по сей день, покуда сборная Россия не выиграет чемпионат мира, змей Горыныч с верой и надеждой будет дарить людям тепло и радость. А Добрине завоевал доверие людей и стал первым руководителем вступе на Межсайгас. Субтитры создавал DimaTorzok